У нас сегодня тема опущения внутренних органов, воспалительные процессы внутренних органов. Я вас всех с нетерпением жду на подключение к прямому эфиру. Присоединяйтесь, мои хорошие, я жду-жду-жду вас. Всем здравствуйте, мои любимые, мои дорогие. Сейчас я напишу тему, те, кто не в курсе. Давайте. Воспалительные процессы и опущение органов. Так, сейчас про процессы и опущение органов. Так, вот, это наша тема, я закрепляю ее, вот все. Воспалительные процессы и опущение органов. Я сегодня подробно вам расскажу про эту тему. Частично подарим вам упражнения на прямом эфире. Я подарю частично упражнения. Плюс отвечу на ваши вопросы. И будем с вами прям подробно и интересно разговаривать. Так. Так, здравствуйте, любимые, здравствуйте. Я вас тоже очень сильно всех люблю, скучала по вам невероятно. Как же я рада вас видеть, я вас тоже очень рада видеть. Я соскучилась. Снова с нами наш доктор. Да, давненько не было прямых эфиров. Ну что ж, начнем нашу тему. Почему вообще возникают воспалительные процессы? Да, на вопросы я попозже отвечу. Мы сейчас, я расскажу вам тему, поделюсь бесплатными упражнениями и потом только перейдем на вопросы. Хорошо? Чтобы нам не прерывать нашу тему сегодня. Давайте я вам позадаю вопросы. Как вы считаете, почему у нас вообще возникают воспалительные процессы внутренних органов? Почему у нас метеоризм, выпавший живот, вздувание живота? Почему это все возникает? Напишите, пожалуйста, у кого какие мысли. Очень скучали по вам. Я тоже по вам скучала. Очень сильно по всем скучала, мои дорогие. Я тоже по вам всем скучала. Сейчас постараюсь почаще выходить, но как получится. Очень много всего. Возраст. Нет, это отговорка неэкспертных врачей. Самая частая отговорка неэкспертного врача – это возраста, что вы хотели. У вас болят суставы – это возраста, что вы хотели. У вас болит спина – это возраста, что вы хотели. Это оговорки неэкспертных специалистов и непрофессионалов. Это не первопричина и вообще это никаким образом… Да, есть возрастные процессы, но есть другие основные первопричины всех заболеваний, а не просто как бы возраст. Возраст, поэтому мы будем лежать на диване и ничего с собой не делать. Нет, нет. Потребление сахара – первый правильный ответ. Замечательно. Зашлакованность – это тоже, да. Закисление организма – молодцы. Неправильное питание – молодцы. Неправильное питание – застой гиполиемии. Да, да, да. Неправильное плохо работает печень, неправильное питание, проблемы с кишей. Какие вы у меня молодцы. Но я вам сейчас подробно раскрою эту тему. Подробно раскрою эту тему, прям по полочкам ее разложу. Я думала, что ЖКТ, но это смещение костей, малоподвижный образ жизни. Живот, если он у вас прям выпавший, выпячивается, у вас пупок, извините, чуть ли не в трусах, у вас пупок чуть ли не в трусах, то это воспалительные гнилостные процессы, плюс опущение ваших органов. Обратите внимание, где ваш пупок располагается. Если он ниже середины живота, то у вас есть опущение органов. Обратите внимание на свой живот. Обратите внимание на свой живот. Так, мои хорошие, мне всегда говорят, чего пошла, забыла, сколько тебе лет. Но это, простите, врачи, которые абсолютно не понимают физиологию организма и процессов. И проще всего сказать, что это не лечится, либо это возраст. Не важно, сколько вам лет. Можно в 64 года потрясающе выглядеть. Я вообще планирую до 150 лет дожить. Как минимум, как минимум. А в 64 года я планирую еще по мальчикам ходить. Точно по мальчикам, наверное, до лет 70. Так, мои хорошие, сейчас быстро. Все, молодцы. Давайте я вам сейчас подробно эту тему расскажу. Самое первое, что происходит, самое первое, это когда у нас сейчас ковид. Какие-то постоянно... У нас поголовно практически каждый второй человек нуждается в психотерапевтической помощи. В том числе и я. Поэтому я постоянно на психотерапии нахожусь, чтобы чувствовать себя хорошо и достигать тех вершин и высот, которые у меня есть. Как это связано? То есть, когда мы переживаем, испытываем стресс, у нас начинают спазмироваться все протоки, все внутренние органы. Начинают спазмироваться все сосуды, все нервы. И это приводит к застойным процессам внутренних органов. То есть, нарушается кровообращение внутренних органов. Это напрямую психосоматика влияет. Нарушается, идет спазмирование внутренних протоков. И происходят вот эти вот все желчные застои. И с возрастом, да, есть, когда мы потребляем огромное количество сахара, у нас начинают слизистые, да, то есть сахар это провокация грибковых процессов. То есть, грибок обожает сахар, то есть он просто обожает, особенно хлебобулочные изделия, грибок начинает активно. А когда грибок есть в организме, например, если у вас есть молочница, да, то есть, например, какие-то белые выделения из влагалища, то параллельно у вас 100% есть грибок в кишечнике. А что вызывает грибок в кишечнике? Грибок в кишечнике вызывает нарушение всасываемости витаминов и минералов. Вот писали вопросы, когда я предлагала написать вопрос, не усваиваются БАДы, у меня болит от них печень, что мне делать? Я не знаю, что мне делать, у меня от БАДов вообще болят почки и печень, а у меня там нарушение здоровья и вообще витаминоз. Конечно, у вас будут болеть почки и печень от БАДов, потому что вот это, знаете, как грязную кружку взять и в нее налить чай и пить с нее, вот понимаете? Или, например, взять грязную тарелку и положить туда покушать. Вам будет приятно с нее есть? Точно так же, будет ли всасываться витамины и минералы, которые вы бешеные деньги просто выкладывать отдаете? Будут ли ваши БАДы, витамины и минералы усваиваться, если у вас гнилостные воспалительные процессы кишечника? Будут ли они усваиваться? Конечно, они не будут усваиваться, еще дополнительно вы мусорите в свой кишечник вот этими всеми порошками и, конечно, ваша печень и ваши почки просто в диком шоке, что происходит. Все все знают по поводу воды, но никто ничего не делает. Запомните, пожалуйста, полтора литра вы писаете с мочой, посмотрите на цвет своей мочи. Если она темно-желтого цвета, то у вас интоксикация в организме. Моча практически прозрачная в идеале должна быть, то есть это говорит о том, что у вас вообще организм чистый. Обратите внимание на цвет вашей мочи. Если она темного-желтого цвета или оранжевого, то 100% у вас просто дикое обезвоживание вашего организма. И все все знают, что нужно пить воду, но все равно пьют целый день кофе, пьют целый день чаи и думают, что они пьют воду. Запомните, полтора литра вы писаете с мочой. Пол-литра, особенно от полулитра до литра вы тратите в летний период, когда потеете. Итого вы тратите в день по 2-2,5 литра жидкости. Тратите только, выписываете и потеете. Так о каком чистом организме может идти речь? Не о каком. Это первый момент. Дальше, мои хорошие, что у нас происходит? Что у нас дальше происходит? Одна из первых причин это психосоматика. Я сказала про зажатость протоков. Вторая первопричина это потребление сахара. Третья первопричина это, что у нас идет? Это когда мы, грибок, я вам сказала, что грибок, он провоцирует в том числе нарушение всасываемости витаминов внутри вашего кишечника. Дальше, это желчный застой и перекрутки. Потому что, я еще раз повторюсь, вы уже 10 тысяч раз от меня слышали, но я еще раз вам повторяю. Что никакие БАДы, никакие детоксы, ничего круче всего не чистят, как хороший желчный отток вашего кишечника. Если вы хотите, чтобы ваш кишечник был чистый и здоровый, в первую очередь, в самую первую-первую-первую очередь, необходимо восстановить желчный отток. Потому что желчь это дезинфектор кишечника. Самый мощнейший дезинфектор, то же самое, как доместос налить в унитаз, точно так же желчь, она как доместос чистит ваш засоренный кишечник. Если у вас желчный застой, но вы там кушаете травку и там какие-то детоксы поставите сделать, никакая травка вас так сильно не почистит, как вас почистит хороший желчный отток. Запомните это, пожалуйста, я об этом говорю 10 тысяч раз и повторяю вам 500 тысяч раз. То есть, что нужно восстанавливать желчный отток в первую очередь. Да, в первую очередь. Вот, мои хорошие. То есть, на что еще влияет желчный отток? Желчный отток влияет на работу поджелудочной железы. Если у вас не отходит желчь, у вас не будет работать поджелудочная железа. Отсюда все ваши сахарные диабеты, отсюда все ваши инсулинорезистентности, отсюда все ваши вот эти животы, как барабаны и все остальное. Дальше. Что еще влияет на развитие гнилостных воспалительных процессов? Это ваше плоскостопие. Это ваше плоскостопие, которое провоцирует опущение внутренних органов. Запомните, всегда, если стопа плоская, у вас будут внутренние органы скатываться вниз. Всегда. Что бы вы ни делали, какие бы вы там... Вчера женщина написала, скажите упражнения для интимных мышц. Ну, пока стопу вы не вылечите, никакие интимные мышцы у вас не заработают. Про нет желчного я сейчас тоже расскажу, у кого нет желчного. Сейчас объясню. Никакие интимные мышцы у вас не заработают, пока у вас будет плоская стопа. Потому что стопа это первоисточник как раз-таки упругости и силы тазовых мышц. Запомните это, пожалуйста. Дальше. Если у вас зажатые ягодицы, то есть у вас таз очень сильно наклонен вперед, прогибается поясница, у вас дополнительно нарушено кровообращение со стороны позвоночника. А позвоночник это что? Вот давайте разберемся, на что влияет наш позвоночник. Это просто позвонки с позвоночными хрящами. Я вам объясняю. То есть позвоночник это та конструкция, от которой отходят все сосуды и все нервы к внутренним органам. Если ваш позвоночник как пьяный ежик туда-сюда изгибается, у вас вот такие вот прогибы в пояснице, о каком нормальном кровообращении внутренних органов может идти речь? Не о каком. Понимаете? Объясняю. Например, человек, который сломал позвоночник, что у него происходит с ногами? Вот произошел перелом позвоночника. Все. Человек инвалид. Но люди, инвалиды сейчас тоже даже без перелома позвоночника, за счет того, что у них вот такие вот прогибы в пояснице и перекосы тела. Да? Это тоже инвалидизированное состояние. Что мы делаем? Мы идем массируем поясницу, но не лечим искривление позвоночника. И здесь никакая, я уже объясняла тоже целый пост, писала, что ни мануальная терапия, ни массажа, это не лечение позвоночника, да? Вот. Что нужно именно работать со стороны выпавшего живота, со стороны сток, со стороны ног, со стороны мышц и связок и делать реабилитационный комплекс упражнений, да? На внутренние тазовые мышцы нужно воздействовать. Вот. Я сегодня частично бесплатными упражнениями с вами поделюсь. Вот. Как я и обещала. Вот. Дальше, мои хорошие. Что еще влияет на воспалительные гнилостные процессы? Жареные жиры. Жареные жиры – это самые мощные… Вот запомните, если вы боитесь онкологии, то прекратите есть сахар и прекратите есть жареные жиры. И булочки ваши все, тесто. Некоторые думают, а я не ем сахар? Я спрашиваю, хорошо, а что вы едите? Ну, я ела макароны, потом я ела пиццу, но я сладкое вообще не люблю. И мне сразу становится смешно, потому что лучше бы она сахар съела, потому что тесто еще в 10 раз больше сахара. То есть у него целое питание, то есть одни простые углеводы. Там манты, пельмени. Ну, то есть она говорит, что она не ест сладкого. То есть, конечно, вы едите сладкое, вы едите тесто. Естественно, вы едите сладкое. О каком равнодушии к сахару, вы говорите. Просто оно проявляется иначе. Через макароны, через пасту, через другие аспекты. И запомните, жареный жир, который вы берете, неважно на каком масле вы жарите. На растительном, на льняном, на оливковом, на кунжутном. Неважно. Растительное масло, кроме кокосового, превращается в канцероген. А канцероген, он провоцирует раковые гнилостные процессы. Понимаете? Провоцирует онкологию. Неважно, какого дорогого качества, ваше растительное масло, на растительном масле вообще жарить категорически нельзя. Единственное масло, на котором можно жарить, это кокосовое. Из животных масел... Правду говорю. правду говорю из животных масел единственное масло на котором вы можете жарить это масло кхи авокадовое нет авокадовое масло нет любые масла почему нельзя на растительных маслах жарить да и вообще в принципе то есть потому что сразу то есть отсутствие там идет отсутствие белка и сразу то есть идет трансформация жировой капли в канцероген поэтому если вы хотите онкологию себе провоцировать и провоцировать все то есть хронические воспалительные заболевания то продолжайте жарить на своих растительных маслах и закидываться булочками но при этом пить огромное количество статинов различных препаратов выкидывать всю свою пенсию зарплату в аптеку и думать что вы проходите лечение это бред просто севой кобылы простите меня за выражение нужно структурировано потому что вы работаете с симптомами не с первопричинами да это топленое масло сливочное все правильно масло кхи вот вот мои хорошие сейчас я подумаю какие упражнения вам переболела поэтому чуть-чуть кашель еще присутствует сейчас я подумаю какие папа папа сейчас я подумаю какие упражнения вам подарить в рамках эфира для лечения воспалительных процессов знаете что я вам подарю да я придумала круче всего даже будет не упражнения а круче всего даже будет схема частичная схема которую я даю на своем курсе по снятию гнилостных воспалительных процессов и восстановлению желча оттока я эту систему после прямого эфира передам нашим врачам администратором и можно будет эту систему снятия гнилостных воспалительных процессов попросить в личных сообщениях в инстаграме я ее наговорю нашим копирайтером мы это все оформим и те кто напишет в директ в личные сообщения мы вам ее разошлем не благодарите уверенно что в туалет будете ходить лучше животик уменьшится будете лучше себя чувствовать вот тогда сделаем такой подарок вам сегодня в рамках прямого эфира договорились договорились мои хорошие вот я буду чаще стараться проводить прямые эфир они будут очень полезными поэтому для того чтобы не пропускать прямые эфиры нужно обязательно следить за постами которые выходят в нашем профиле мы объявляем о прямых эфирах также на прямых эфирах я буду проводить лечение я буду кого-то из вас приглашать на прямой эфир и буду прям показывать упражнения для коррекции сколиоза и так далее сюда писать мне пожалуйста скиньте не нужно нужно писать в личные сообщения в инстаграм хорошо сюда писать не нужно вот пишите в личные сообщения в инстаграме мои хорошие вот вот такой подарок я вам сделаю тему я сегодня развернуто вам рассказала вот и теперь мои хорошие я готова перейти к вашим вопросам вот можете задавать свои вопросы я вас я уже соскучилась кстати по таким прямым эфиром прям давно их не было поэтому с удовольствием отвечу на ваши вопросы жарить на топленом масле можно и нужно да можно и нужно нет кокосовое топленое масло масла кхи все правильно оливковое нельзя жарить до нельзя жарить на оливковом масле не на подсолнечном вообще не на каком масле растительным нельзя жарить кроме кокосового у меня постоянно мокрота хожу почти всегда извините отхаркиваю но вот у меня тоже сейчас этот процесс смотрите как вы можете это увеличить вот вот эта система очищения организма которую вы можете попросить в личных сообщениях да вот эту систему когда вы начнете применять у вас мокрота станет меньше потому что это тоже положительно повлияет на это состояние это первый момент второй момент занимайтесь больше физической нагрузкой делайте какие-то упражнения на грудную клетку лфк наклоны движение грудной клетки очень замечательное упражнение на грудной зажим можете кстати попросить потрясающее упражнение те кто не пробовала не дел офигенное упражнение на грудной зажим там комплекс упражнений попросите снимая чувство страха переживаний улучшает дыхание особенно если кто-то переболел у кого прям зажим грудной клетки будет вам прям потрясающе полезным тоже можете попросить администратор она вам разошлет вот поэтому так мои хорошие мокрота хожу почти всегда извините от харкива вот поэтому вот эту систему очищения плюс упражнения и будет мое хорошее вам счастье что надо будет написать в директ хочу программу очищения да там хочу упражнения по грудному зажиму вот ты тоже хороший благодарю можно мне сюда не надо ничего писать и я ничего здесь они нужно писать нужно написать в личные сообщения нам на нашу страничку вот эту вот в инстаграме то есть заходите на страничку там есть кнопочка написать и пишите в личные сообщения администратору ничего сложного нет никола николас вы что у меня с греции кстати николас николас это греческое имя николас это греческое имя кстати поделитесь вы у меня с грецией здравствуйте доктор я уже давно пользуюсь вашими услугами и очень доволен что вы можете посоветовать мне ой спасибо большое за теплые слова мне правда очень приятно это читать что вы можете посоветить посоветовать мне с диагнозом синдром к колди зме мини и мне нужно пройти курсы чем лечебного голодания знаете я практически все заболевания знаю но вот это для меня прям новинка вы опишите физиологию этого заболевания именно физиологии что у вас в организме происходит и я вам объясню что с этим можно сделать давайте так поступим вот я на все заболевания могу давать ответы но вот вот это прям какое-то замудренное заболевание может быть это какое-то зарубежное греческое наименование название потому что я даже вот в университете в университете у нас таких прям даже по наименовании я не помню вот поэтому прям распишите какие процессы у вас в организме происходит как вы себя чувствуете да то есть вот прям опишите я тогда вам подскажу обратную связь хорошо вот по удаленному желчному пузырю я обещала ответить смотрите у тех у кого удален желчный пузырь смотрите у вас желчь как она была так она и осталась они ник она никуда не делась у вас у вас как желчный пузырь был так уны и у вас как желчь вырабатывалась так она и вырабатывается и протоки все желчные у вас остались вам удалили только вот этот желчный мешок. Поэтому вы спокойно можете восстановить работу желчных протоков и отделение желчи, желчегонность вот эту восстановить полностью за счет того, что вы проработаете и снимете вот это напряжение желчных протоков. Для этого нужно висцеральную терапию делать, упражнения на выпавший живот, психотерапевтически воздействовать, чтобы напряжение снять. Вот. Плюс вот эта программа очищения, которую мы вам отправим после прямого эфира, вы напишите в личное сообщение нам. Вот. Также вы сможете получить обратную связь. Вот. Так. Ха-ха-ха-ха. Как вы лечите вагиниты? Ну, смотрите. Нужно восстанавливать микрофлору. Причем без восстановления микрофлору кишечника невозможно восстановить микрофлору влагалища, потому что мочеполовая система, они между собой взаимосвязаны. Первонаперво нужно убрать все грибковые процессы, убрать, восстановить желчный отток. Это очень важный момент для того, чтобы тоже вагинит убрать. Дальше. Нужно защелачивать организм, потому что все вирусы, бактерии, грибки развиваются в кислотной среде. Нужно защелачивать организм. Да. Это методы защелачивания. Они у нас на курсе. Мы их рассказываем, методы защелачивания. Дальше. Это подселение правильной микрофлоры. Это лактобифидобактерии. То есть много таких аспектов, которые могут естественным путем восстановить ваш вагинит. И также нарушенное кровообращение нижней части таза. То есть когда у вас таз очень слабый, поджатые ягодичные мышцы, и у вас опущение органов, это тоже может провоцировать застойные процессы влагалища и развитие вагинитов. Это тоже один из признаков влияния на вагинит. Вот. Так, про желчный я ответила, мои хорошие. Как лечить ковид? Ну, смотрите, самое эффективное, что я знаю, это в первую очередь, это бешеное количество витаминов С. Даже просто, даже не обращать внимания на рекомендуемые дозировки. Вот я, например, сейчас заболела, но я смогла вылечиться буквально за один-два дня. Максимум я проболела один-два дня. Сейчас, конечно, еще отхаркивание есть, но я вылечилась очень быстро. Я лошадиные дозы витамина С просто. Я чуть ли не по 10 таблеток шипучего витамина С пила. Лимоны просто. Ну, я лимоны очень легко ем, я их прям зажевывала. Плюс я не всем делюсь бесплатно. Я использовала методы очищения, которые мы используем на лечебном голодании, на курсе, которые чистят очень хорошо организм, методы очищения лечебного голодания. И я очень быстро выздоровела. Точно так же ковид. Еще огромные дозировки витамина Д тоже очень хорошо лечат ковид. То есть усилить большое количество витамина С, большое количество витамина Д, сон, покой. Кстати, очень хорошо работа с психосоматикой, как ни странно, лечит ковид. Я когда прививку поставила, у меня очень сильный иммунитет, у меня иммунная система сразу среагировала. Меня в первый день чуть в скорую не увезли, потому что у меня выламывало мышцы так. Я думала, что я кони, простите, двину. И знаете, что меня спасло? Меня спасла работа с психотерапевтом. Она со мной поработала и меня сразу отпустила. Хотя это все признаки ковида, то есть первичных признаков после прививки. Меня колбасило просто нереально, температура 40 была. Но я поработала там с психотерапевтом и меня сразу отпустила. Хотя я там никаких препаратов не принимала. И к утру я уже полностью себя хорошо чувствовала. То есть все-таки ковид, я считаю, что это бешеные дозировки витамина С, витамина Д и работа с психосоматикой. И будет вам счастье. Все-таки ковид, я думаю, что это такое заболевание, которое вывело людей на какой-то новый уровень развития. В каком плане я имею в виду? Кто-то стал намного-намного сильнее, а кто-то в психосоматику ушел. Вот вы заметили, что кто-то очень сильно вырос. То есть ковид на самом деле помог всему миру сделать очень сильный квантовый скачок. Кто-то поднялся после ковида, а кто-то в психосоматику ушел. Просто не каждый человек готов меняться и не готов принимать обстоятельства судьбы. Поделюсь своим обратной связью. Если позволите, немножко хочу поделиться. У нас сейчас очень резкая нехватка кадров. И просто понимаете, вот в нашей команде могут работать не все. Я в первую очередь смотрю на психосоматику, то есть я прошу записывать аудио. Я по первым секундам сразу понимаю, у человека есть психосоматика, уверен он в себе человек или нет. И только после этого мы уже смотрим его образование, потом ставим ему экзамены. И потом только уже, если успешно они сдают экзамены, только потом мы берем в штат сотрудников. У нас очень такая сложная система отбора. Так вот, чтобы вы понимали, когда я написала объявление о наборе медсестер, откликнулось 100 человек. Мы попросили записать аудио о себе. Вот казалось бы, одна минута записать аудио. Одна минута записать аудио. Это же не сложно. Вы знаете, сколько человек записало аудио из 100? Из 100 откликнувшихся человек, кто хотел бы работать в нашей команде, аудио записало 20 человек. Из этих 20 человек только 5 человек оказались более-менее уверенными и без психосоматики. Понимаете? Из этих 5 человек только 3 человека смогли пройти обучение, и 2 из этих человека слились. Сказали, это очень сложно, мы не сможем. Понимаете? То есть из 100 человек мы взяли в команду только 3 человека. И у меня вчера такой инсайт, также я вчера искала, мы искали менеджеров продаж, казалось бы, оставили заявку на работу, да, хорошая достойная зарплата, 200 тысяч рублей в месяц. Понимаете? 200 тысяч рублей зарплата в месяц. Оставили заявку, мы им пишем. Пожалуйста, типа заполните тестовое задание. А я же еще по ответам отбираю, то есть из 20 человек я отбираю по тестовому заданию, может быть, человек 5. Из этих 5 человек, которым я написала, ответы которых мне понравились, из этих 5 человек я попросила наговорить аудио, чтобы услышать, какой голос, уверенный в себе человек или не уверенный. Из этих 5 человек наговорила аудио, знаете, сколько человек? Только 2. Я к чему это все сейчас рассказываю? Что очень много людей, простите меня, пожалуйста, не в обиду всем сказано, очень много людей любят завидовать, любят говорить, красивая жизнь тебе на голову свалилась, или у нее папа с мамой богатые, а вот у меня не получилось, потому что у меня не было возможности в этой жизни. Да простите, ёб твою мать, простите меня, пожалуйста, можете отписаться. Поднимите свою жопу и начните работать. Возможности есть всегда. Желание, главное, ваше желание и стремление двигаться по жизни. Понимаете? Меня смотрит по 15 тысяч человек в сториз в день. Вам была дана возможность даже поработать в нашей команде, менеджером, еще что-то. Вот, пожалуйста, вы жалуетесь на жизнь, но почему вы не берете эти возможности, почему не работаете с собой, почему не двигаетесь? Я прошу прощения, но просто у меня прям такой инсайт вчера был. Какого, простите, хрена вы сидите и завидуете, пишете там какие-то гадости, но я сейчас не про вас говорю, но есть такие субличности, которые свою жопу, простите, оторвать от места не могут, но плюнуть в спину, это они гораст. Вот, то есть вот это меня просто убивает в людях. Вот. Все, простите, вы говорите, давно на прямых эфирах не была, решила поделиться. Ой, спасибо вам за теплые слова, вот сейчас читаю последние сообщения, мне прям очень приятно. Спасибо большое. Спасибо, мои хорошие, спасибо. Так, сейчас я, ну, ограничения по возрасту до 30 лет, ну, смотрите, почему до 30 лет ограничения по возрасту, потому что люди старше 30 лет по статистике, смотрите, у нас очень тяжело учиться, сразу говорю, у нас нелегко работать, потому что всему тому, что вы должны делать в нашей команде и в компании, обучаю я лично, я лично вас учу, и то, что вы знали до, мне абсолютно неинтересно, потому что я учу своим знаниям и учу своим аспектам. И не каждый человек после 30 лет готов обучаться и может это делать, понимаете? Если вы готовы обучаться, у вас большой потенциал, и вы хотите действительно работать в нашей команде, у вас есть медицинское образование, мы медсестер тоже берем, то welcome, пожалуйста, пишите, записывайте аудио, скидывайте свою фотографию, я вас послушаю, я лично прослушиваю эти аудиосообщения, и давайте, пожалуйста, мы вас ждем. У нас сейчас еще вакансии открыты. Я вас тоже всех люблю, спасибо. Так, да, про команду у нас сегодня не тема эфира, но вот такое как бы отступление, сейчас я еще на несколько ваших вопросиков отвечу, и мы будем заканчивать прямой эфир. Так, мои хорошие, сейчас секунду. Говорят, что сливочное масло вредно, от него холестерин. Это бред севой кобылы, потому что сливочное масло, не сливочное масло, которое с огромным содержанием всяких наполнительных и всего остальное, а топленое масло, которое полностью очищено, и вся дрянь, которая в сливочном масле, в обычном пакетированном содержится, она остается в кастрюле, и вверху остается только золотое молоко, его называют золотое молоко или масло кхи. То есть вся вот эта дрянь от сливочного масла, она остается в кастрюле, а вверху остается топленое масло, золотое молоко, которое полезно очень сильно и для сосудов, и для холестерина, и для всего. Топленое сливочное масло, масло кхи или золотое молоко. Вот, понимаете, меня всегда поражает, когда, простите, в поликлинике сидят старые пердуны, которые никаким образом повышением своей квалификации, образования не занимаются, но с вот такими вот животами, с вот такими вот щеками и говорят вам, как правильно питаться. И вы, простите меня, ещё и верите. Вы действительно думаете, что это те люди, вы вообще смотрите на внешний вид врача или если вы думаете, что… То есть, к сожалению, особенно старшее поколение, вот если врач пожилой, значит, он умный, он всё знает. А спросите у него, когда он последний раз повышение квалификации проходил или какие-то курсы обучался или вообще за новыми инновациями медицины следил. Вы спросили у него? Особенно мне всегда интересно, когда вы спрашиваете, Анастасия, вы такая молодая, как вы можете всё знать? Да, я в свои 27 лет получила два высших медицинских образования в Академии кинезиологии в Москве, закончила на врача-терапевта Красноярский государственный медицинский университет, в Сингапуре и в различных странах обучалась, работала персональным тренером и реабилитологом и так далее и тому подобное. И синтезировала 10 направлений медицины, которые мы работаем с нашими пациентами. Понимаете? Возраст – это вообще не показатель. Показатель – это внешний вид врача, его экспертность, его кейсы и результаты пациентов. Вот что показатель, понимаете? А когда вам, извините, старый пердун с вот такими щеками, морщинами на лице говорит, как вам правильно жить, ну, это ваше право верить таким специалистам. Так, мои хорошие. Какие лучше каши и жиры, чтобы на сладкое не тянуло? Очень классный вопрос, очень классный, Екатерина. Очень классный вопрос. Я советую, если у вас есть сахарный диабет, инсулинорезистентность, я советую гречку и кашу кино. Это две каши, которые не содержат глютен, они не воспаляют слизистую кишечника, они обладают огромным количеством витаминов группы В, и они очень благотворно влияют на поджелудочную железу. То есть гречка и каша киноа. Киноа продается абсолютно везде, просто она не на слуху, ее мало кто знает, ее мало кто использует, но это безумно вкусная каша, которую я советую вам обязательно пробовать. Вот, и когда вы едите кашу, я обожаю туда прям побольше льняного маслица, оливкового, авокадо там или кунжутного. Я прям жирненькую кашу, еще плюс, если вы гималайской солью или морской солью ее подсолите, сыра твердого, прям потрясающе вкусная, ни на какое сладкое вас не потянет, потому что вы получите и сложные углеводы, и получите достаточно содержания белков и всего остального. Так, сейчас уже скоро будем заканчивать, сейчас еще на один вопрос отвечу, наверное, красавица, спасибо большое. Сейчас я еще на один вопрос отвечу, самый интересный сейчас найду. Всем понравился ваш естественный мат? Вот, иногда надо. Кстати, те, кто знает Тони Роббинса, это потрясающий тренер, он тренирует президентов, спортсменов. Я посетила все его тренинги, потратила на это полтора миллиона рублей. Полтора миллиона рублей я потратила на все его тренинги. Так вот, он потрясающий в душе человек, его тренинги посещают по 15, то есть в зале 15-20 тысяч человек проходит его тренинг. Он проходит либо в Лондоне, либо в Сингапуре, либо в Австралии, либо в Майами. Я была на всех тренингах. И так вот, он когда хочет усилить экспрессию и достучаться до людей, он матерится. Но матерится не потому, что он хочет сматериться, а потому, что он хочет достучаться до людей. Я, знаете, я никогда не матерюсь, но, например, вот если какая-то экспрессия идет, почему бы нет? Почему бы нет? Тем более, когда это естественно, это как бы крик души такой, да, почему бы нет? Надо жопу поднять и работать. Спасибо большое. Так, сейчас я какой-нибудь классный вопрос найду, отвечу, и мы с вами... Спасибо за вашу поддержку, мне правда очень приятно. Вот, хороший вопрос про плечевой сустав, про онемение рук. Вот это очень актуально, много кому. Много кому очень актуально. Скажите, пожалуйста, болит плечевой сустав с правой стороны, особенно ночью. Просыпаюсь от боли, руку не могу двигать, тяжело поднимать руку, что делать? Вот, смотрите. В первую очередь у вас очень... У вас могут быть две проблемы, а скорее всего, две из них и присутствуют. То плечо, которое вас беспокоит, чаще всего оно больше заворачивается вперед и начинает зажиматься. То есть, чаще всего то плечо, которое вас беспокоит, оно чаще всего как раз-таки и закручено вперед. И первое, что вы можете сделать, это хорошенько его растянуть в дверном проеме, прям растянуть вот этот плечевой сустав и хорошенько его простучать. Плюс вы можете взять теннисный мяч, лечь на живот и хорошенько этот плечевой сустав продавить, вам станет легче. Но нужно вообще вылечить скрутку позвоночника, потому что ваш плечевой сустав завернут, потому что скручен позвоночник. Позвоночник мы лечим только под контролем врача, дистанционно, но должен контролировать лечение скрутки врач. Вот. И еще, что может влиять, это ваша сутулость. То есть, когда вы очень сильно горбатитесь, у вас зажатая грудная клетка, это, естественно, очень сильно отражается на вашей сутулости. То есть, вот, на зажатии плечевого сустава, а не менее рук, потому что, почему руки не имеют? Потому что зажимаются плечевые суставы. Вот. Поэтому вот так вот. Я вас всех люблю, целую, обнимаю. Да. Где же пропущение органов? Мои хорошие, если вы опоздали на прямой эфир, то я здесь не виновата. И знаете, это как мне нравится, люди опоздали на прямой эфир и начинают харкаться желчью, где пропущение органов, почему вы на вопросы отвечаете. Люди пришли бесплатно, и вместо того, чтобы сказать спасибо, они харкаются желчью. Я вижу, что любящих, понимающих 99%, а тех, кто неудовлетворённый желчь, то есть, особенно, знаете, кто харкается желчью? Особенно харкаются желчью те, у которых желчные застои, психосоматика и чувства гнева выражены. Но это выражается как раз-таки гнев у тех, кто очень сильно раздражительен, кто очень сильно гневается. Это очень выраженное чувство страха и недолюбленности в жизни. Поэтому, мои хорошие, кого я не устраиваю или не удовлетворяю, идите нахрен с прямого эфира. Простите меня, пожалуйста. Я вас всех люблю, целую, обнимаю. Да. Вот. У меня сегодня крик души. Жутко грубая. Отпишитесь от меня, моя хорошая. Я вас сейчас удалю с прямого эфира. Уходите отсюда, пожалуйста. Да. Да, 902 человек. Я вас всех люблю. Да, спасибо вам большое за поддержку. Вот. Спасибо вам большое. Всё. Мы будем почаще проводить прямые эфиры. Пожалуйста, смотрите прямые эфиры чаще. И, то есть, будут посты выходить, что будет прямой эфир. Вот. Поэтому приходите. Я вас всех с нетерпением жду. Всё. Люблю вас. Люблю вас. Обняла, поцеловала. Обняла, поцеловала. Обняла, поцеловала. Обняла, поцеловала. Обняла. Обняла, поцеловала.